Все участники обсуждения были реально нацелены на то, чтобы максимально разработать механизмы вовлечения максимального числа наших граждан в обсуждение значимых инициатив, значимых законодательных инициатив. Эта постановка вопроса заслуживает всяческой поддержки. Конечно же, за тот небольшой период, относительно небольшой период времени, в течение которого мы работаем над проектом общественных обсуждений, сделано, может быть, технологически много. Правда, есть элементы, которые требуют доработки, но вместе с тем, к сожалению, до настоящего времени популярность этого ресурса, популярность, она не очень высока. И это вызывает сожаление. На едином портале как раз в Regulation GoFru попробовал посмотреть, как идет обсуждение какого-то документа. В качестве примера взял проект государственной программы социально-экономического развития Калининградской области. Я недавно как раз был в Калининграде, знаю о проблемах, которые там очень острые, очень острые. И решил посмотреть, как идет обсуждение, а никак. Никак. И я понимаю, почему оно никак не идет. Потому что те документы, которые расположены на сайте, ну они людям непонятны. Просто непонятны. Там какие-то цифры, какие-то показатели, индикаторы. Ну, я так как-то немножко в этом разбираюсь. И только благодаря тому, что самому приходилось участвовать в подготовке одной федеральной целевой программы. Если бы не это, я бы тоже об этом не разобрался. Но для рядового жителя Калининградской области это абсолютно китайская грамота. И единственный документ, который там может быть понятен, ну хотя бы в части людей, это некое описание программы. С описанием очень серьезным, очень интересным. Описанием тех проблем, которые в этом регионе есть. Но к этой, вот к этим четырем таким официальным документам должно быть еще некий набор статей, журналистских статей, посвященных разным аспектам, разным проблемам. И эти статьи, они должны быть на сайте. Одновременно с этим эти статьи будут пригодны для того, чтобы быть опубликованными в средствах массовой информации, в социальных сетях, в живом журнале, всюду и везде. Мне кажется, что мы должны использовать, допустим, просить использовать телевидение, может быть, выйти очень часто на, или не часто, но тем не менее, по каким-то значимым текстам, отказаться от обсуждения в форме дебатов. Потому что в рамках дебатов очень часто, скорее, резанный материал, если угодно, может быть, выйти на какую-то формулу такого спокойного обсуждения некоторых проектов, по крайней мере, на первой стадии. А в дальнейшем уже переводим стадию дебатов. Складывается ситуация, что открытое правительство хочет предоставить людям возможность активно участвовать в этих обсуждениях. И люди тоже хотят в этом участвовать, но эти два желания никак не соединяются вместе. Вот сейчас самое важное — соединить их вместе, найти способ, как людей привлечь к этому обсуждению. Не накручивать количество фолловеров. Это можно сделать, это технически возможно. Но от того, что у вас цифры поменяются, у вас реальность-то не поменяется. Поэтому будет потемкинская деревня. Это не нужно. Нужна реальность. Нужно реальное вовлечение людей в обсуждение проектов. Для чего? Чтобы проекты стали лучше. Чтобы регулирование стало более адекватным. Чтобы оно стало более не просто понятным людям, но и идущим навстречу людям. Тогда все будет в порядке. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...